Договориться о встрече с юристом Мирошиным практически невозможно. Он всегда в суде на встречах, не в Саратове. Рабочий график похож на гастрольный. Правда, теперь в дороге более чем комфортно, признается адвокат. Благодаря подарку самой Примадонны. Это была моя мечта, она об этом знала. Поэтому она его просто подарила. Это не оплата за какую-то работу или за что-то. Просто подарок. Сначала адвоката со звездной семьей связывали дружеские отношения. Но когда у Кристины начались проблемы, Мирошин решил помочь. Затем, как бывшие супруги делили сына, наблюдала вся страна. В итоге, мировое соглашение. Не прошло и полгода, как самой Пугачевой потребовался адвокат. Она вложила деньги в сомнительный банк. Чтобы вернуть Примадонне кровный, Александру Мирошину пришлось выиграть не один суд. Это настолько приятно. Это как талисман теперь будет. Вот мы сегодня были на первом судебном заседании. Мы с вами встретились как раз у арбитражного суда. И уже успех. Мы выиграли достаточно сложное дело. Уже выиграли. С талисманом Аталой Мирошин теперь не расстается. Хотя до этого надеялся только на собственные силы. Но когда в канун Нового года увидел хаммер с голубым бантиком на крыше, долго не мог поверить в собственное счастье. Голубая ленточка. Ну такая синяя. Где на верхушке? Сверху она была обвязана. И сверху такой банк большой был. Это как космический корабль все равно. Посмотрите. У него куча разных лампочек спереди, сзади. Вот только теперь с таким подарком работать придется еще больше, признается адвокат. В этой машине дорого все. И запчасти бензин. Благо, что с трудолюбием проблем нет. Работать Мирошин, как и ездить за рулем, готов постоянно. Напоследок адвокат Мирошин поделился своим рецептом удачи. Чтобы быть успешным, необходимо соблюдать два условия. Каждый день учиться и меньше спать. У него на сон в сутки отведено лишь 4 часа. И, кстати, со своими помощниками они решили проигнорировать новогодние каникулы. Он вызвал всех и вышел сам на работу 1 января. Марина Рыжкова, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.